Мы изучали, что такое труд, и что такое производство, и что такое конфликт. И что такое общество. Все это по разделениям было. Вот кто-нибудь может теперь встать и сказать, что такое социально-трудовой конфликт. Вот собрать это все вместе. А если вы не сможете, то я тогда соберу. Что такое социально-трудовой конфликт, как бы вы сказали. Ну, кратко. Не о нем. О нем можно много говорить, правда, о конфликтах. Одно дело, о вас я могу много чего рассказать. А кто вы? Это другой ваш вопрос. Надо отвечать лаконично. Что такое социально-трудовой конфликт? Мы с вами что делали? Давайте вспомним движение мысли. Мы сначала разбирали, что такое конфликт вообще. Правильно? И выяснили, что конфликт – это что? Обострившиеся противоречия. Причем обострившиеся настолько, что сила аргументов заменяется аргументами силы. То есть уже не убеждают друг друга, а чем-то другим пытаются повлиять, не убеждением, на другую сторону. Это любой конфликт. Социально-трудовой, не социально-трудовой. Это конфликт относится как к определению конфликта. И мы его получили, исходя из того, что философия и учение о противоречиях являются методологической основой конфликтологии. А дальше мы начали подходить к нашему предмету. Вот есть объект конфликта, а есть предмет. А у нас предмет – социально-трудовые конфликты, а не все. Как говорится, нельзя объять необъятное, писал Козьма Прутьков. Хотя такого человека не было. Это псевдоним целой группы авторов, которые писали там мудрые вещи. Вроде того, что если на клетке слона написана надпись «Буйволк», не верь глазам своим. И вот это «нельзя объять необъятного» они потом второй раз вдруг. И второй раз скажем «нельзя объять необъятного». Потом перелеснешь еще. И третий раз скажем «нельзя объять необъятного». Поэтому мы с вами выделяем из всех конфликтов социально-трудовые. Что мы для этого делаем? Ну, самое крупное понятие здесь встречающееся – это социо, да? Социо-общество. Что такое общество, мы говорили. И мы знаем, что такое общество, да? Был разговор? Да. Был. Что такое труд? Был разговор? Так, Дмитрий, опаздываем. Выговор. Знаете, какое у нас страшное наказание теперь? Выговор с занесением в память. А в чем мягкость этого наказания сказать? Раз он в память, то оно как бы стирается по мере забывания. Вот вы его забудете и все. И вроде и строго я вас наказал, и в то же время, ну, не болезненно, правда? Ничего страшного. А вас совершенно не наказывает, потому что он вас попутал. Ну, согласитесь, кто должен отвечать? Ну, что вы, на нее, что ли, вы отложите, скажете? Я на нее не возложу, но я за гендерное равенство. Я тоже за равенство, но в каждом разнице есть более равный, менее равный. Вот, если бы вы открыли там второй науке логики, учение о сущности, там вы бы узнали, что тождество, молодой человек, это тождество чего? Различного. А различия? Различия тождественного. Вот вы люди? Люди. Так вы разные люди? Да. Ну, вот вам и различия. А вы люди все тождественные? Да. Люди, потому что... Ну, не кошки же. Или один человек, другой кошка. Вы же люди? Мы с вами равны, как люди. Равны? Да. Ну, так мы разные люди. Значит, не равны. Поэтому равенство неравных и неравенство равных. И никак иначе. И все попытки отмотаться от этого противоречия, они делаются только в формальной логике, а в диалектической логике этого нет. Никогда вы не найдете абсолютного равенства, которое было бы равенством равных. Это называется тавтология, вот, скажем. Скажите, спросите меня, кто такой Дима? Дима – это Дима. Что я сказал? Ну, что я сказал? Определение не должно заключать в себе круга. А это не круг, а вообще-то тавтология. Повторение одного и того же. Но даже если я буду повторять одно и то же, Дима, вот, смотрите, вы глотнули, уже вы не тот. Вы уже не равны самому себе. Так? Ну да. А дальше пошло перевариваться. Тут вообще идет такой процесс бурный. Не будем далеко сюда уходить. Мы остановились на том, что мы знаем, что такое общество. Мы хотим сформулировать, что такое социально-трудовой конфликт. Знаем, что такое труд. Знаем. Дальше мы выясняли, где это проходит, где он размещается, этот конфликт. На Луне, на ракете, на какой-то планете или он на производстве. А тогда надо знать, что такое производство. Мы выясняли, что такое производство? Или забыли уже, что такое производство? Процесс присвоения... Так, отлично. Все, отлично, вам достаточно. А то вдруг вы дальше не продолжите. Продолжайте. Процесс присвоения... Предметов природы. Отлично, достаточно. Пожалуйста, молодой человек. В рамках определенной формы общества. Общества и... И посредством ее. Молодцы. Ну, видите, прекрасно. Дмитрий, смотрите, как народ учится, растет на глазах. Так, так вот, производство. Значит, конфликты мы берем на производстве. Это те конфликты, которые связаны с чем? С трудовой деятельностью человека, да? И труд мы берем в политико-экономическом смысле. Труд не вообще любой в самом широком смысле. Все можно считать. Всякая целесообразная деятельность, труд. Вот у вас труд или нет? Да. Деятельность целесообразна. Да это... Хоть она и целесообразная, то вы же учитесь, а не трудитесь. Не надо путать. Это у меня труд, а у вас тоже целесообразная. А вы учитесь. Вот закончите, да? Да, трудовую книжку получите, будете трудиться. А то я, так сказать, тружусь. Но я тоже внучке говорю, что она вот в детский сад, если идет, так она трудится. Но это, так сказать, не совсем так. Может быть, из того времени и вам говорили, вы так и запомнили? Все-таки мы различаем труд и учебу. Вы сейчас что делаете? Учусь. Ну, учусь. Конец какой? Последние две буквы назовите. Последние буквы слова «учусь». С. С – мягкий знак. Ну, это что значит? Ну, расшифруйте. Что значит? Это что я... Учу? Себя. Ну, вот вы учите себя. Ну, так, а труд – это совсем другое. Это вот я вас учу. А если я буду себя... А если я буду себя... Ну, здесь направлено на человека, то есть... Не на... Вообще на человека, а на себя. А я сейчас вот приду к вам на лекцию и буду себя тут преобразовывать. А вы... Вас забуду вообще. Ну. А вот вы, по смыслу вашего существования, себя должны научить. Общество требуется, чтобы вы над собой работали. Правильно? И это не то, что, вот, дескать, вы такие-сякие эгоисты. Это вот ваша задача главная. Что вот за это время, пока вы находитесь на содержании общества, другие трудятся, вот меня всю жизнь другие кормят. А бывает и одевают. Правильно? Почему? Потому что я материальных благ не создаю. Учу. А вы сейчас учитесь. А что вы будете потом делать? Я не знаю. Ну, наверное, работать по специальности. Если удастся. Да, а если не удастся, будете конфликтовать. Без этого никто не проживет. Так, короче говоря, значит, мы берем труд в материальном производительном смысле, на производстве, и поэтому мы должны сказать так, что вот такое обострившееся противоречие, которое имеет место на производстве в процессе труда, и обострившееся до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы, называется социально-трудовым конфликтом. Так получилось? То есть такое обострившееся противоречие, которое имеет место в процессе труда на производстве, да? При производстве материальных благ, которое обострилось до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы, называется социально-трудовым конфликтом. Да можно, надо вспомнить все, я говорил. Я думаю, я не учусь, я тоже учусь. Вот это вот непростая задача сформулировать, что такое социально-трудовой конфликт. Я вот первый раз, я читаю уже, наверное, четвертый год этот курс. Вот мы с вами такой длинный путь проделали ради того, чтобы этот вот момент отточить. Как сформулировать социально-трудовой конфликт? Это такое обострившееся противоречие, которое имеет место в процессе труда, в материальном производстве и обострившееся настолько, что сила аргументов заменяется аргументами силы. А только в материальном производстве? Мы берем, да, мы берем этот, а потом мы же будем распространять на другие сферы. Вот такой метод у нас. Потому что, ну, нельзя все проглотить. Вот вам принесли первое, второе, третье. А вы говорите, а нельзя вот это в таз сложить, все равно у меня в животе будет все вместе. Давайте это все слейте в таз и дайте мне побольшую ложку, и я буду есть. Вот так некоторые делают в науке, это неправильно. Вы, пожалуйста, супчик съешьте, тарелочку отдайте, ложку замените на вилочку, так, и давайте второе. А потом легенький компотик, или чаек, или кофеек, и уже все хорошо. А что у вас потом там будет, это уже ваше дело. Важно, чтобы тут было все хорошо и красиво. Вот так же и в науке. Не надо все сваливать в кучу. А у математиков есть такая поговорка. Значит, вот Бердовидович решается, такой, огромный такой интеграл, и никак его не решить. И потом математик вспоминает, что если интеграл не берется в целом, его берут по частям. И вот это называется интегрирование по частям. Разбивает на более простые интегралы, и тогда можно эту задачу решить. Точно так же, если вот вы увидели что-то вкусное и хорошее. Не надо так открывать рот, потому что может замкнуть. Знаете как? Бывает такая история, и потом проблема будет закрыть рот. Поэтому лучше разрезать на куски. И по кусочкам есть. Быль такая была. Приходит к хирургу гражданин. У него во рту торчит, так сказать, патрон лампочки. Он, значит, решил проверить, так сказать, а что будет. Сумею я открыть так, чтобы лампочку по рот. Прошла. Прошла. Но обратно он уже не мог вытащить ее никак, потому что уже тут никак не получается у него. Ну, хирург, значит, смеялся, смеялся, хохотал. Потом, значит, раз и вытащил ему. Ушел этот пациент довольный, успокоенный. А хирург решил посмотреть. Как это ему удалось лампочку засунуть? И он попробовал туда, раз ее, и обратно уже не может. И вот он выходит из этого смеха и греха из своего кабинета, идет к приятелю, к хирургу, смеется. А тот, как его увидел, тот, кто рохохочет, повалился на землю. Но тот, кто-то уже все понял. Тот ему вытащил, и они долго вместе смеялись. Так что, ну, у нас же какая задача? Мы же хотим сложное разобрать. А сложное как разобрать? Сложное-то что? Сложное из простых. Ну, давайте из простых вот его потихонечку и получим. Мы сразу сложное будем заглатывать, но ничего не получится. И делают так же, допустим, самолет. Что, прям сразу делают самолет? Нет, отдельно мотор, отдельно фюзеляж. Сейчас вот уже придумали, как будет выглядеть китайско-русский самолет широкофюзеляжный. Вот сегодня в российской газете, вот там фотографии и так далее. А пока ничего еще нет. Но уже так он будет выглядеть в России. А потом будут делать одну часть, вторую часть, третью часть. И постепенно так и сделают. Или какая-нибудь большая работа. Большую работу трудно сделать? О, как посмотришь, это невозможно сделать. Ну, вот я прочитал 55 томов полного собрания сочинений. Кажется, о-о-о, как это можно прочитать. Но я когда прочитал, начал потом считать. Поскольку я уже знал, с какой скоростью как. У нас люди вот сидели по 5 лет в УЗИ. 5 лет. А сколько вы в году недель? 52. А? 52. 52. Ну вот, а за сколько вы будете в расчете один том Ленина, там, 550 страниц? За неделю. С конспектированием совершенно. Ну, если специально люди у нас сидели там на философии, полидэкономии, историки, политологи и так далее. И вот, значит, за год можно прочитать 52 тома. А только работы основные, без писем, это 45 томов. То есть все работы, все там статьи, книги, заметки, кроме писем. Ну, письма могут немножко и подождать, ну, еще немножко залезете на второй год. И еще останется у вас почти 4 года. Это если 5 лет учиться. Если 4 года, то 3 останется. То есть окажется это неподъемно. И почти таких людей, которые прочитали собранное сочинение, единицы. Я знаю, в России знают еще товарища Золотова из Неверного города, завкафедры теории и методологии. Галко Виктора Ивановича, да, и Казенова Александра Сергеевича, профессора, доктора философских наук. А больше никого я не знаю. И вот там спорят потом, а так, а что сказал, а где, а как ответить на вопрос. Ну, если человек подряд читает, он следит за логикой. А если он читает эти самые куски, догматики такие, которые там взяли, а другой вот там взял, другой высказывает, и вот они между собой спорят. Их склестываются этими цитатами друг друга бьют. То есть нет движения как раз категории. А это уникальное произведение, которое для конфликтологов очень хорошо. Например, самый крупный конфликт что? Революция. И война еще. Большевики делали революцию во время мировой войны. Более крупных нет. И, так сказать, не случайно, так сказать, позиция их там в отношении к войне привлекла она и к сторону большинства народов. Потому что кто? Кто прекращал Первую мировую войну? Большевики. И больше никто не прекращал. Все давали до победного конца. Вроде была буржуальная революция в России. Дворяне вели ее, царь ее вел. Царя свергли. Говорят, мы без царя пойдем. А если не пойдете, если будете бежать, расстрел. Вот Керенский ввел расстрел назад за то, что если человек уходит с фронта. Ну, тогда народ развернулся, сказал, да пошли вы, и пошел к большевикам. То есть нельзя так понимать, что вдруг полюбили там крестьяне. Крестьяне хотели землю получить, никто не дает. Большевики пообещали, что мы и сыровскую программу реализуем. И реализовали. Ну, естественно, люди потом защищали. Как вы будете потом воевать против большевиков, если крестьяне на их стороне? Кто составлял основную массу в Красной Армии? Рабочие или крестьяне? Крестьяне. Крестьяне, конечно. Поэтому за кого крестьяне, тот и победил. Как победили большевики в гражданской войне? Ну, потому что крестьяне победили. Потому что они защищали свою землю. А что делал Деникин, когда двигался? Вот почти не дошел, немножко осталось. Уже почти сейчас заберут Москву и конец. Так он вешал крестьян, отбирал землю и вешал крестьян. Возвращал помещикам. Народ, так сказать, те, кто у него были в войске, стали все хуже воевать. Переходить на сторону Красных. А те, кто воевали в Красной Армии, еще лучше стали воевать. И потом погнали этого Деникина и так его выкинули. И вот, так сказать, уехали белые в другие страны в эмиграцию. Поэтому это, ну это же нельзя думать, что какая-то там кучка большевиков. Ну, кучка по сравнению с многими сотнями миллионов. Потому что всего там 40 тысяч было большевистской партии. А народу было в России больше, чем в нынешней России. Потому что та Россия была больше, чем по территории, чем в Советский Союз. Туда еще и Польша входила, и Финляндия. Так, ну это мы сделали некоторое отступление, связанное с тем, что есть крупные всякие проблемы. Но если вы хотите их решить, нужно идти по частям. Ну и продвигаться от простого к сложному. И тогда все будет, так сказать, вы все время более сложное берете. Идете от того, что можно осознать, понять. Как у нас получилось записано, что такое? Кто-нибудь может зачитать? Что с центра этого конфликта? Да. Это обострившееся противоречие, имеющее место в процессе труда. В материальном производстве. В материальном производстве. Обострившееся настолько, что сила аргументации. Да, причем обострившееся настолько, что сила аргументов начинает заменяться аргументами сил. Уже начинает. Потому что уже конфликт. То есть, если я вот вам вас убеждал, убеждал, а вы ее не понимаете, я взял и нахит кидать. Это еще ерунда, правильно? Ну, если в глаз попадет, то меня уже посадят. Точно. Поэтому я вот, даже если разозлюсь на вас, не буду кидать. Я буду только замахиваться. Ну, это же за это скажут. Помните, там в свое время Жириновский Немцов плеснул водой из стакана. Это конфликт? Кажется, что конфликт. Может стать. Можно сказать. А вот представьте себе ситуацию. Вот мы с Димой же полемизируем, да? А потом я вот взял и у меня в стакане была холодная вода. Так, раз ему. Дима раз и ректору написал. Такой, такой. В комиссию создали. Что там делать? Меня вызвали. И начинает меня спрашивать. Ну, я же конфликтолог. А вы только еще учитесь. А я уже. Кажется, что это у вас произошло? Вы знаете, говорит, сидел. Читаю я лекцию. Смотрю, вот студент передо мной. Дима. Побледнел. Думаю, сейчас упадет. Потеряет сознание. Раз. Пожил. Так. Дима, ты что катаешь дурацкие всякие письма? Попал тебе в жизнь спас. Поэтому, какая ответственность у Жириновского? Да никакой. То есть, это показуха. Человек ведет выбранную кампанию. И больше ничего. Поэтому иногда бывает показушные. Петушиные бои, так сказать. Изображение конфликтов. Вот мы так с ним борем. Мы все время с вами как бы ругаемся. Ну, вы же понимаете, что у нас же все-таки лекции не должны быть скучны совсем. Сказать, я буду там нудно читать, вынудно записывать. А потом я на экзамене у вас буду злобно принимать. Так что, вы зачитали совершенно правильно. Вот можно теперь, могу я теперь считать, что теперь понятие социально-трудовой конфликт зафиксировано у нас. Правильно? А раз оно зафиксировано, вот теперь у нас есть предмет для изучения. Правильно? А какая дальнейшая дорога? Вот мы теперь предмет. Собираемся изучать социально-трудовые конфликты. Значит, социально-трудовые конфликты могут быть по тем вопросам, которые возникают в ходе труда в материальном производстве. Между кем и кем? Как называются стороны этого конфликта? Как они именуются? Вот в этих самых конфликтах. Ну, начинается, конечно, дело не с конфликтов, а со споров. Сначала люди спорят, конечно. Потому что мы говорили, силы аргументов заменяются аргументами силы. Когда стороны аргументируют, это что? Спор. 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 Или разногласие. А что такое спор? Это и есть разногласие. Я гласу одно, а вы гласите другое. Значит, у нас разногласие. Правильно? А есть у нас конфликт, если я одно, а вы другое? Нет, мы одно, а вы другое. Время кончилось, я пошел в другую, или для магистра в телекцию читать, и вы пошли в буфет. И где конфликт? Я же вас не догоняю там, и не пытаюсь этим брюкзаком ударить по спине. И вы меня не догоняете, и мне никто не пытается, так сказать, мне что-нибудь подбросить. Так что споры, которые могут перейти в конфликты. Но стороны-то, вот стороны этого противоречия, надо их определить. Каковы стороны социально-трудового конфликта, пожалуйста, отвечайте. Значит, надо иметь, представьте, трудовые отношения на производстве. Между кем и кем? Между работником и работодателем. Ну, где-то между работником. А? А между работниками? Бывает и между работающими. Бывает. Друг друга толкнул кто-нибудь. Хотя, надо сказать, очень редко. Я, поскольку часто бывал на заводах, то я однажды очень удивился. Я, значит, прохожу, одна дверь была на тихвинских производствах, объединяя кировских завод. Вторая дверь, потом ба-а-а, дверь толкнул. И смотрю, я отсюда рабочего ударил. Ну, думаю, сейчас он мне... А он так вот улыбался. Так показывает, ну, бывает. Так-то мне даже неудобно стало, стыдно так стало, что я иду, как слон посудной ловки. То есть, надо сказать, между трудящимися, которые совместно работают, занимаются общим делом, конфликты, как правило, не возникают. Ну, бывает же, что работодатели сами делают такую ситуацию, что, например, там конкуренция... Поэтому мы берем субъекты отношений. Между то, что между работодателями, это не социально-трудовые конфликты. Это между конкурентами конфликты. Это не тема наша. Мы, конечно, можем ее рассмотреть, но вообще у нас задача не рассмотреть все, что вокруг, а рассмотреть то, что у нас предмет. Правильно? Это является нашим предметом. И вот нашим предметом являются социально-трудовые конфликты, стороны. Вот слово работодателя новое. Я вам докладываю, что... Вот только оно появилось с 2002 года в Трудовом кодексе России. А до этого в Кодексе законов о труде, который до этого существовал, то есть с 91-го года по 2002, почти 11 лет, там называлось так, что стороны такие администрации, предприятия, лица администрации и работники. А сейчас пишется так, работники и работодатели. Слово работодатель – это уже некоторый аргумент. Вот представьте, я ваш работодатель. Я вам работу даю. Что надо сказать? Вы уже спасибо хотите сказать, да? Вроде как я так сформулировал, что вы сразу ответили спасибо. Так, а вы приходите ко мне и требуете зарплату. Я говорю, вот народ неблагодарный. Нет, чтобы спасибо сказать, что ему работу дало. Я ему дал работу, а он еще и зарплату требует. И ему это дай, и это дай. И сразу же человек в таком вот положении. Точно так же в кодексе там есть такая формулировка. Что такое заработная плата? Ну, что такое заработная плата, как вы думаете? Ну, как вы бы сказали. Хуже, чем в кодексе вы не скажете, не бойтесь, говорите. Деньги. Деньги. Ну, если я у вас вытащил деньги из кармана, это моя зарплата. Это за то, что я тащил, так сказать, ее из вашего кармана. Так, что ли? Не всякие деньги зарплата, правда? Потом у пенсии у старушки это зарплата? Нет. Но деньги же это деньги. Потом деньги у капиталиста. Это зарплата, что ли, его? А они говорят, мы заработали на Канарах. Зарплата что такое? Ну, вопрос? Оплата труда. А? Значит, если вы труд оплачиваете, возможно ли капитализм, если будет труд оплачиваться? То есть, вот сколько труда вы затратили, столько же дается в другой форме. Я вам труд, а вы мне труд, воплощенный в бумажках. Такое же количество. Будет какая-нибудь их? Может быть при этом прибыль. Какая прибыль? Я шил на мыло поменял. Равенство, эквивалент. Какое тут может быть? Не может быть капитализм. У меня тут возрождение за труд. Вот, как в кодексе написано. Вознаграждение. Это такая хитрость, который, так сказать, тот класс, который составляет кодекс, упреждает возможные конфликты. Вы приходите, требуете зарплату. А вот если это вознаграждение за труд, можно требовать зарплату? Вам не стыдно требовать зарплату, если это награда? Ну, как можно? Героя соцтруда вам дать. Героя Советского Союза вам дать. Может, вам орден Ленина или Андрея Первозванного дать? Вы что еще пришли? Не стыдно вам, девушка? То есть, так написано, что вроде как требовалось... То есть, вот уже аргумент тут есть. Что требовать нехорошо. На самом деле, мы же говорим о отношениях в труде. Но труд с чего начинается? С того, что как вообще возникло это трудовое отношение. Что так человек пришел вдруг, ни с того ни с сего на завод и стал работать. Что этому предшествовало? Давайте так играть. Я капиталист. Так, а вы абсолютно свободные. Что значит свободные? От всего. Я-то не свободный. У меня фабрика, надо охранять, надо топливо, электричество. Надо там то делать, это то закупать. Все закупать. У меня голова трещит. А вы свободно гуляйте. Гуляйте, 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 пока есть не захотели. Приходите ко мне, говорит, Михаил Васильевич, а нельзя ли у вас тут поработать? Да, пожалуйста, идите, работайте. А мне, говорит, ну не только поработать, но и чтобы за это еще и получить. Ну, вы даете мне. Мало того, что поработать. Поработать, это же интересно. Вы на заводе не бывали, знаете, как танки, так сказать, можете на кране поездить там наверху. Можете на станок погонять. Это же интересно. Нет, еще, она хочет еще деньги получать. Вот, смотрите, народ какой неизговорчивый пошел. Ну, ладно. А что вы мне, а что вы мне, я, хорошо, я вам разрешаю у меня работать. А вы, что мне дадите? Что у вас есть? Продукцию своего труда. А? Продукцию своего труда. Нет, продукция вашего труда. Это моя будет. Это мой завод. Все, что на моем заводе создается, мое. И тут даже и не думайте об этом. Все, что на этом заводе создается, ну как, вот мы выпускаем самолеты. А вы думаете, продукт вашего труда самолета. Нет, там-то. Ваш продукт, вы делать будете вот это колесо. А Дима будет делать там кабину. Чтобы они выпускались, нужен мой труд. Да, труд ваш нужен. Ну, что вы мне, я спрашиваю, что вы мне даете? Время. Время? Ну, это я вам даю время, в течение которого вы будете работать. Свободный вход. Пропуск вам дал. Идите, работайте. А вы-то что мне даете? То есть, одно меня. Мало того, что мне и так трудно, да вы еще пришли и нагружаете меня. Из-за того, что вам захотелось кушать, понимаешь, я должен с вами тут решать еще, что-то придумывать. Что вы мне дадите? Ну, хоть что-то вы должны придумать, что мне дать. Вот это вы что-нибудь мне можете дать? Или только улыбки и какие-то подсказки? Ну, я пока только про время думаю. Про время. А время, я думаю, про него не думаю, оно пройдет, мы состаримся. Я быстрее, а вы позже. Но итог будет одинаковый. Ну, как бы определенную часть своего времени, я знаете ли, у вас на заводе-то потратил-то, провел. Ну, и хорошо. Ну, так вам поинтересно же было у меня на заводе? Ну, такое. Ну, так что, значит. Ну, я уж с вас не требую ничего, чтобы... Потому что у вас ничего нет, что я с вас потребую? Ну, вот я вам подарил такую возможность. Труд. Труд? Что труд? Труд? А то труд, он без моих станков ничто. Какой у вас может быть труд? Ну, идите улицу подметайте. А вы хотели, он у меня на этом самом станке с числовым программным управлением работать. Сравнили. Труд. Идите там, вон, в ящики перемещайте. Улицу метите. Вон, гастарбайтеров сейчас набирают. И все из Средней Азии. И вот они грязную работу делают. Вот такой труд. Пожалуйста, Дима, хорошо. А вы пришли на современное производство. Высокотехнологичное. Да такого не видели никогда. Еще что-то требуете. Если ты пришел, то я умею обращаться с тем... Ничего вы не умеете. Пока не... Еще мы посмотрим, что вы умеете. У нас комиссия будет принимать. И какой вам разряд дать. У вас какой разряд? У вас есть хоть какой-нибудь разряд? Вот у меня есть. Я после школы имел первый разряд токаря. Если бы я был по боксу первый разряд, это было бы очень сильно. А первый разряд токаря, вот я больше никого не знаю, кроме меня. Потому что после ПТУ получает третий разряд. А у меня первый. И у меня дома есть удостоверение. Могу показать. А у вас что есть? У вас ничего нет. Сантропа. Голодьба. Что пришли? Ну что, у кого-то что-то есть хоть? У вас-то что-то есть? У этого ничего нет у него. Только одни запросы. Дайте ему то, он будет, видите, у меня работать. Но таких... Я ему доверю, современный станок, он миллион стоит. Вы его угробите. А что я буду делать? А вы что у вас есть? Моя деятельность. Деятельность, да? Так она деятельность ваша, тогда идите там и занимайтесь. Если ваша, а если вы меня на заводе, это же не ваша. Это деятельность на заводе, это наше с вами общее. А вы-то вот что мне можете дать? Вот вы именно лично. Ну кто-то что-то может дать? Но совсем уже, совсем народ... А? Знания у вас есть? Ну знаю, видали я ваши знания, я уже... У вас принимал экзамен, да. Может, способность к труду? А? Способность к труду. Вот, молодец, смотри. Ну как Маркс прямо? Маркс, вот, я рассказываю, Маркс сначала писал... Вот путь познания, он идет хоть для Маркса, хоть для студентов одинаково. Маркс первой работы подписал, что продает труд. А потом и Маркс, и Энгельс задумались, если он труд продает, труд, ну так сколько вы отдали, вам труд в другой форме отдали, в виде зарплаты, и все. А что тогда, какой может быть тогда капиталистическое производство? Никакого. Поэтому если труд, то, если одна эквивалентность, ничего не получается. И потом Маркс, и Адам Смит не додумался до этого, и Рикардо не додумался до этого, хотя они теорию стоимости разработали. И вот Маркс задумался, что он продает не труд, а способность к труду. У вас способность к труду есть? Есть. Вот продайте мне ее на 8 часов в день. Хорошо. То есть, 8 часов в день вы ее не продали, а остальное время, это меня не касается. Вот если бы у меня были крестьянка, а я был бы помещик, тогда меня все касается. Я могу вас целиком продать. Степан Степанович, вам молодая крестьянка не нужна? Дешево продаю. Как продавали? С семьей, без семьи, землей, без земли? Да? Как угодно. Прямо с партами так. А тут свободные люди. Вот в чем прогресс-то? Впервые за время частно-собственческих формаций капитализм стал таким обществом, в котором нет личной зависимости. Вот если бы вы были рабовладелица, а я был бы ваш раб, то вы бы мне за мои разговоры уже давно бы сказали, ну все, хватит, поговорил и какие, так сказать, вы имели право меня убить или нет, если бы вы были рабовладелицей? Имели право, это законно. Я, если ее раб, ну... Она так долго-долго слушала, говорит, ну все, достаточно. И все на это. А сейчас... А сейчас что? То же самое при крепостничестве. А капитализм дал личную свободу. Вы лично свободны. Все, вы совершенно свободны. Поэтому идите, гуляйте. Не хотите, мы начинаем с вами торговаться. За сколько я у вас покупаю вашу способность к труду? Это способность к труду как называется? Название? Способность человека к труду. Распособность к труду как называется? Распособность. Называется рабочая сила. Не слышали такое? А лошадиная сила слышали? Это рабочая сила. Рабочая сила. Рабочая сила – это способность к труду. Это краткое ее номинование. Краткое определение. А развернутое определение – это совокупность физических и духовных потенций, которые каждый раз пускаются в ход при производстве материальных благ. Обратите внимание, материальных. Вот у меня есть рабочая сила? Дима, есть у меня рабочая сила? Да. В спящем состоянии. Потому что я ничего материального сейчас не делаю. Но если нас пошлются, картошку выкапывать, то я буду выкапывать вполне исправно, как и вы. Тогда моя рабочая сила может проявить себя. А так она у меня… То есть в моей деятельности трудовой, в широком смысле, она не применяется. Значит, совокупность физических и духовных потенций, которые пускаются каждый раз в ход при производстве материальных благ. Поэтому рабочая сила – это обладает все. Опускают ее в ход не все. Одни вообще не трудятся в материальном производстве, другие трудятся в духовном. Третья – не в духовном, не в материальном. Пример из нашей жизни. Вот вам слово «инвестор» нравится? Нравится, да? Кто такой инвестор? Другой перевод этого слова «инвестор» – «рантье». Арантье – кто это такой? Тот, кто сдает в аренду. Чего он сдает в аренду? Нет, который живет на проценты, короче. Вы не спрашиваете, откуда у него деньги. Может, он зарезал вашего товарища. А вы говорите, да, уважаемый. Откуда деньги-то у него? Что он живет только на проценты. Откуда такие проценты? Такие проценты, которые больше работают. Абрамович работал на стройке и заработал деньги на то, чтобы стать миллиардером. Вы верите в это, что можно это заработать? А вы как думаете, народ зря такие поговорки делает, что от трудов праведных не наживешь палат каменных? Дима, ну как бы вы ни работали. Вот самый тяжелый труд у шахтеров. Ну сколько шахтер получать? Я не сказал бы, что какой-то из трудов можно, что их вообще можно варьировать, какой тяжелый, а какой нет. Да труд – это затраты, потому что рабочие силы. Как это не варьировать еще? Потому что есть вредный труд, опасный, потому что погибают эти шахтеры. Даже можно посчитать, сколько тонн добудут угля, и будет очередная жертва. Так? Так. А вот нашего брата возьмешь. Ну что, я упаду здесь, что ли? Или что со мной будет? Ну как можно сравнить? Мой труд – это лучше актера. Ну подумайте сами. Потом рабочие. Вот он грязный, весь черный, выходит весь в масле. Он смыться. А вода то холодная идет, то грязная. А горячей нет. А я показываю. Рот закрыл, рабочее место убрано. Ну, вот труд. Учитесь, будете профессором, будете у вас такой труд. Рабочий. Рот закрыл, рабочее место убрано. Только не надо доказывать, что у нас самый тяжелый труд. А с доски стереть? А? А с доски стереть. Не понял. Ну, да. С доски стереть я и вас попрошу, вы с удовольствием сотрете. Чего-то такую проблему нашли. И никто не скажет, что я уж прямо заставляю мучаю. А как будто готовится к лекции? Зачем к ней готовиться? Если будешь готовиться, она будет неинтересная. А что я на лекции должен делать? Я на лекции думать должен. А что, я дома буду думать, а здесь просто барабанить? Не, я тут и думаю. Нет, есть люди, которые на лекциях не думают. Они что-то написали. Видели, у меня записи есть? Можно я могу поставить записи и под фанеру вам читать? Ну, тогда я совсем дурачком буду. И поэтому у меня одинаковые лекции вы не найдете. А есть люди, которые вот... У нас даже конфликт был в свое время, когда я начал преподавать, был ассистентом. А за обедающей кафедрой у нас был профессор Пешихонов. А преподавал я вот здесь, вот там вот в углу, где там деканат была, кафедра политэкономии. Самая крупная в Советском Союзе. 55 человек, преподавателей. Потом она разделилась на три. Экономического факультета, естественных факультетов, гуманитарных. Потом экономический факультет съехал и переехал на Чайковского, 62. А сейчас он имеет три здания, экономический факультет. На Чайковского, и на Потюкинской, и на Кирочной. Три даже здания. А Философский вот чуть-чуть прибавил себе помещение за счет вот тех, та часть, вот зла, угол, сам экономический был. И угловая была. А тут была как раз вот аудитория философского факультета. Значит, возвращаемся. Что такое труд? Труд представляет собой затраты. Это не просто... С точки зрения у труда есть две стороны. Труд абстрактный, вот Маркс показывает в «Капитале», и труд конкретный. Конкретный труд – это труд, это деятельность по производству материальных благ, по созданию потребительных стоимостей. Если что такое потребительная стоимость, это какая-то такая вещь, которая удовлетворяет человеческие потребности. Это со стороны потребителя, если он берется. А со стороны рабочего – это затрата его рабочей силы. Вы мне что продали? Рабочую силу, вот и она и затрачивается. То есть, что это? Это ваши способности к труду. Это ваши жизненные силы. Ваша способность затрачивается. Соответственно, ее надо возмещать. Мы вообще, так сказать, как, если по справедливости, какая в товарном хозяйстве, давайте так, вот сколько у нас все должно быть по стоимости, там ниже я не буду вас платить, но завышать тоже не буду. Давайте, вот сколько стоит ваша рабочая сила? Хорошо ведь, да? Ваш товар сколько стоит? А сколько стоит? Сколько нужно для нормального воспроизводства работника и членов его семьи? Да? Вот столько вы будете получать. И вот я вам это насчитал. И вот эта вот величина называется стоимостью рабочей силы. Стоимость рабочей силы определяется тем количеством труда, которое нужно для воспроизводства работника и членов его семьи. Как всякий товар по своей стоимости определяется количеством труда, которое идет на его производство. Вот, грубо говоря, надо взять и посчитать, сколько будет это стоить. Кто хочет посмотреть, как делаются такие расчеты, вот можете. Я для вашей кафедры методичку такую делал в свое время. Называется, но не для бакалавров, а для магистров. Называется «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов». В интернете она вывешена на сайте Московского отделения Фонда Рабочей Академии, сайт Московского отделения Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». МВП «Политическая составляющая социально-трудовых конфликтов». Первая часть этой маленькой книжечки – это программа, которую я магистром читаю, того курса, который я магистром читаю. И вот я сегодня после вас буду читать магистром. А вторая часть – это расчеты этой самой рабочей силы. Делали мы его достаточно обстоятельно, долго, во время большой забастовки в порту, когда там люди, освобожденные от работы по закону, для ведения переговоров, имели много времени, не занимались перегрузками никаких там товаров, а занимались одним, готовились к ведению коллективного трудового спора и к забастовке. И они вот считали. А поскольку они знали, что им нужно, и они достаточно хорошо зарабатывают, потому что они зарабатывают, они где-то 80, 70, 90 тысяч в месяц. Не столько, сколько в среднем. Они примерно так представляют, кто, что и как, что нужно для нормального воспроизводства. А для нормального воспроизводства чего только не нужно. Начиная с того, что вот сколько для нормального воспроизводства должно быть детей в семье, как вы считаете? Три. Потому что, как мне считали, люди, которые занимаются демографией, не менее чем 2,4. Но что-то 0,4 как-то не рождается. Поэтому три. Из-за того семья из пяти человек. А теперь посчитайте. Какая должна быть квартира нормальная для семьи из пяти человек? И там тут еще разные расчеты. Или это однополые дети, там все девочки, или все мальчики. Или разнополые. И, в общем, считается, что если разнополные, надо четырехкомнатную квартиру. А так трехкомнатная. А трехкомнатная квартира, можете себе представить, сколько она стоит. Никто из, так сказать, родителей обычных, мы про работников говорим, не может достать из кармана эту сумму, за которую можно купить. И мы говорим, да ничего страшного, идите вон в ипотеку. А что такое ипотека? Это одна квартира по цене трех. То есть он будет всю жизнь работать на эту ипотеку и оплачивать будет. Кому? Банкам. Но я вот вас спросил насчет инвестора, мы еще мысли не закончили. Инвестор или рантия? Рантия – это человек, который ничего не делает, бездельник, паразит, живет чужим трудом. Эксплуататор. Причем есть эксплуататоры уважаемые. Вот Маркс уважал кого? Промышленную буржуазию. Почему? Она организует производство, она налаживает, обеспечивает научно-технический прогресс, она дисциплинирует рабочих, она организует труд, так, буржуазия? То есть она не только паразит, а есть просто паразиты из числа буржуазии. Скажем, торговая буржуазия тоже не паразит. Надо, вот, произвели продукт, и никто не доставил, все сгнило. Сельхозпродукции, допустим, зерна много, и не отправили, и не дошло до потребителя. Поэтому торговой буржуазии тоже никак нельзя сказать, что она просто паразит, и все. Ну, а этот самый инвестор или рансье, он каким-то образом отнял эти деньги у трудящихся, и после этого он пускает их в рост, и ничего ему не надо делать, все, так сказать, он получает. И живет он за счет трудящихся. Откуда берутся эти средства, которые, из чего ему каждый раз выплачивают? Ну, потому что кто-то трудится в это время, правильно? Вы закончили трудиться, ушли на пенсию, новые пришли, а он все получает и получает, и получает, и так всегда, и всю жизнь. И дети его, и дети его детей. У нас сейчас власть политическая по наследству передается? Нет. А экономическая? Нет. А? Да. Да? Да. Ну, вот, допустим, я сынок у Абрамовича, ничего никогда не делал, шалопай, а у меня будут миллиарды, а у вас? А у вас что будет? Тьфу. Ничего хорошего такое я сделал. А ничего я хорошего не делал, у меня папа такой. А у меня такой папа, а у вас какой папа? А у вас у папы нету столько денег? Я с вами и разговаривать не хочу тогда. Вот и все. То есть у нас экономическая власть при капитализме передается по наследству. Оказалось, ну, кончились с этой передачей власти, а экономическая власть сплошь и рядом. А дети Лисина, а дети Потанина. А ничего. На самом деле вот те, кто прямо имеет очень много денег, вот тот же самый Билл Гейтс, у него же в завещании большая часть его денег после его смерти уйдет во всякие благотворительные фонды о детям. Не слушайте эти сказки. Во-первых, кто-нибудь кончит этого Билл Гейтса, у него еще и завещания нет. И все будет решаться по вопросу по праву о наследстве. Первое, есть наследники в первую очередь. Вам разъясняю, как профессору по кафте экономики и право. Это жена или муж, если это, допустим, жена бывшего мэра Москвы, миллиардерша была. Вот, значит, к мужу перейдет и дети, дети и муж. Вот, вот делится на всех поровну. А если, ну, если есть, конечно, завещание, то по завещанию. То по завещанию. Ну, и то оспорить можно еще о завещании. Скажут, как же так, как так не может быть там и так далее. Его может принудили, заставили, надо угрожали. Сказали, сейчас я придушу, если не напишешь совещание, что мне. Вы придете, я вот, конечно, уже старый, больной, скажет, ну, пиши, что я Дмитрию все завещаю. А если не напишешь, сейчас все, вон на сколько он набежит, будет за ноги держать. Не бывает такого? Бывает. Бывает. Все бывает. но факт остается фактом, что по наследству. А теперь скажите мне, экономическую власть можно переделать в политическую, конвертировать? конечно. Или, конечно, можно. Да, были бы деньги. И сразу соберем подписи, очень быстро. И сразу, значит, и кандидат будет в Думу. Да, это не проблема. так, ну вот, значит, выяснили мы, что мы с вами как бы справедливо поступили. Я поступил. Я вам заплатил по стоимости. А мог бы, конечно, пониже заплатить, потому что цена вообще колеблется. Выше, ниже, там, недоплатить, переплатить. Ну, справедливо. И вот справедливо вы насчитали. А когда вы посчитали, сколько стоит продукция, которую вы произвели, то оказалось, что вся ваша зарплата покрыта вашим трутом за первые два или три часа. А дальше, вот это называется необходимое время. Вот Маркс называет эту категорию. Труд, который покрывает затраты на оплату рабочей силы. И это необходимое время. А все остальное прибавочное. Продукт-то весь мой. Потому что у меня на производстве все, что производится, все мое. Но я из этого, поскольку я человек порядочный, мы с вами же имеем сделку, трудовой договор. Мы договорились. Вы же продали свою рабочую силу не на все время, а на сколько, если это 11,5 часов, как было в России, на 11,5 часов. Когда 8, ну вот на 8 часов, 6 будет на 6 часов. Ну вот за 6 часов вы сделали, и вот за первый там час или два выработана как раз стоимость вашей рабочей силы. А остальное вас не касается. Остальное. А вот эта стоимость прибавочного труда, это прибавочная стоимость. Вот эту прибавочную стоимость я могу и дальше распоряжаться. Что я как с ней буду делать? Ну, часть я отправлю обратно в производство. Дополнительно еще наберу. Вот, а то смотрю, вот она уже ходит накормленная, а вы все, например, шантропа голодающая, собираете корки там по помойкам. Нет, идите ко мне на завод, все будет хорошо. И вот уже, видите, сколько у вас много. И каждый теперь из вас, кто ко мне придет, и каждый будет работать, и все такие накормленные, и все хорошо одеты, и каждый работает два часа, два часа вырабатывает то, что нужно. А, посмотрите, у меня как прибавочная стоимость. Я-то один, мне как, мне тяжело один. И все это мне надо нанести, груз этой прибавочной стоимости на одному. Не, ну, у меня семья, конечно, есть. Потом у меня острова, и у меня затраты большие. У вас вот есть, вы строили когда-нибудь дворец? Нет. Ну, такой, не знаете, как это тяжело. О, а два дворца, три дворца, это вообще тяжело. А вот у Пугачевой с Галкиным есть дворец, я видел, может, на Рублевке. Прямо такие, пики там. Поезжайте вон, в разлив, там много есть дворцов. Не написано, что дворец, это дома новых русских. Или там, можно сказать, деревня нищих. Итого, куда мы подобрались, каковы стороны этого самого конфликта возможные. Вдруг мне не понравилось, как она работает. Я говорю, а что вы так плохо работаете? Давайте быстрее работайте, и тогда вы сможете создать, я подумал про себя, не за 20 часа, то, что эквивалентно вашей зарплате за полтора. А вы что там, не можете как следует работать. А вы говорите, я и так работаю быстро. Это вам кажется, что быстро. Так, она не согласна со мной. Уходите. Я могу вас уволить? Нет. Что нет? Бывший составлен трудовой договор, в котором все разъяснено. Так она не выполняет мои требования. Что, вы защищаете лентяев? Вы кто такой вообще? А вы тоже у меня работаете? И вас уволю. Еще есть защитники? Вот здесь уже там. Вот это люди мудрые. А с ними будем работать. А вы нечего тут скандалить пришли. Я думал, вы работать пришли. Я вот, отец вам родной. Вы себе накормленный, сытый. Идите по помойкам снова ходите. И выгнал вас. Что, не бывает так, что ли? Ну, так тогда работодатель останется же вообще без всех. Почему без всех? Я вас выгоню, если за всех-то не отвечайте. А вот они все согласны работать. А куда им деваться? У них дети. У вас детей, наверное, нет малых. А у них малые кричат по лавкам. Они-то ладно бы, ушли вы от меня. А дети кричат, дай им молока. И все. Ну, как увидит этих, вспомнит своих детей, прибежит и будет работать. когда у вас будут маленькие дети, Дима, вот так вы не будете со мной разговаривать. А сейчас подумаешь, он тут студент. У него папа, мама его кормит, поезд. Вот он может тут выступать. Когда сам будешь папой и мамой, вот будешь выступать по-другому. Так, так стороны, так что, оказалось, две стороны, давайте их точно сформулируем. С одной стороны, рабочие, а потом уже другие работники. Кстати, как только начинается какая-нибудь забастовка, в основном-то рабочие бастуют. По факту, потому что, ну, ИТР-то выгонят сразу, рабочего трудно выгнать. Потруднее получается, потому что как обычно договор заключается, на какой срок у нас нормальным считается по трудовому законодательству, вы не знаете? Никто не знает? Мы, дескать, что вы спрашиваете, мы не трудящиеся, мы учащиеся. Вот тут вы уже учащиеся, то были уже, а тут уже учащиеся, дескать, нас не трогайте. Обычно договор заключается на неопределенный срок. За исключением особых случаев, которые связаны с сезонной какой-то работой. Вы на уборку мандаринов приехали. Ну, так у вас на полтора месяца и... Когда мандарины собирают, Дима? В каком месяце? В январе. О, идите в январь и поезжайте в Абхазию и давайте мандарин. Там на короткий срок, потом приедете, доучитесь, экзамен сдадите, заодно и подкормитесь, витамины. Вот там, где сезонные. А, как правило, так называется, договор заключается на неопределенный срок. Что значит на неопределенный? Ну, то есть, вот тут как бы бессрочный. Есть какие-то в трудовом договоре и в законе есть определенные критерии, по которым он может быть расторгнут, пункты. Это вот вы... Я вам уже сказал, что это ваша настольная книга? Сказал? Прочитали? Прочитали? Нет. Вот выговоры с занесением памяти. Вот прочитайте, Дима, и в следующий раз скажете. Мы можем вас, Михаил Васильевич, вас ректор может уволить по пункту такому, 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 такому. Вот вы должны знать это, если вы конфликтологи. Это тут никакой теории нету. Эта теория может быть в том, как так появились эти пункты. А вот что касается уже нормы права, это не теория, это факт. Вот факт нашей жизни. Вы пришли уже в тот мир, в том возрасте, в котором вы есть, в котором уже кое-что сложилось. И вот, пожалуйста, вот такая ситуация. По какому пункту и как и кого можно уволить? У нас немножко другая схема. У нас очень просто. У нас раньше у нас профессоров на конкурс проводили и решал конкурсный, так сказать, решал ученый совет. А сейчас могут просто и до конкурса не допустить. Не раз в пять лет, а было тут раз в год. А потом стало кому на два года, кому на три. Мне на три, потому что у меня в иностранном журнале на иностранном языке опубликована статья. А у нас считается, что держать в российском ВУЗе надо тех, кто на загранице опубликовался. А кто здесь опубликовался, можно и не держать. Я спрашиваю, а вот американский ученый, если в рязанском журнале опубликовался, ему там доплатят? Нет, говорит, ему не доплачивают. А у нас доплачивают. Вот если я в скопуще опубликуюсь, мне доплатят. У меня есть статья в скопуще, говорит, как вы это достигли? А что тут достигать? Заплатите деньги, вас опубликуют. Сейчас же какое общество? Рыночное. Думаете, все это толкает головы? Нет, надо статью написать, конечно, хорошую, это само собой. Но вы можете с этой хорошей статьей ходить, и вас выгонят. Но это особая тут статья. Мы же с вами берем не особый случай, там, вуз, а мы берем материальное производство, рабочих, как я ее уволю так просто? Он скажет, эй, Михаил Васильевич, вы читали закон? Я сейчас в суд пойду. Меня установят. Вас заставят, выплатят мне за вынужденный прогул все денежки. А еще она мне выкатит материальный ущерб, который я ей нанес своим. Потому что у нее там, она тут должна была заплатить это, а у нее это не получилось, вот с нее там взыскивали и так далее. А еще моральный вред, который я нанес. А моральный вред в товарном хозяйстве выражается, тоже материальный. Говорит, пускай 400 тысяч Михаил Васильевич заплатит за то, что он меня уволил, а из-за этого я страдал. И так я страдала, что даже сдала плохо экзамены. А это еще усиливает мои страдания, а соответственно моральный вред. И вот, значит, материальная компенсация морального вреда. И пока набрала она представителей на суде и вот выиграла. А я своих представителей посылал, а они лопухи, я их прогнал. С работы сказал, больше вас не возьму. Вы не можете даже у студентки выиграть. Что за люди такие пришли? Что это такие за адвокаты? А у меня был юрист заводской. А кто такой заводской юрист? Это вновь без администрации. Если он не будет выигрывать в интересах хозяина, так что я с ним сделаю? Я уволю его. Пусть он мне не доказывает, что он по закону, по закону. Ты найди такой закон, который за меня. А ты что, нашел закон какой? Радуйтесь, что я у вас не работодатель. Тут бы вам было... Так, значит, стороны у нас какие получились? трудового конфликта. Рабочие и... И собственники средств производства, то есть капиталисты. Те, кто их нанимает, которые нанимают. Собственники средств производства, капиталисты. Капиталисты-то кто такой? Это персонифицированный капитал. Персонифицированный капитал. А капитал это самовозрастающая стоимость. Как она сама возрастает? А очень просто. Вот вы работаете, она возрастает сама. Это для вас она не сама, а для меня она сама. Ну, естественно, я вам плачу, но я плачу столько, сколько стоит ваша рабочая сила. А становлюсь все богаче, богаче и богаче, и богаче. А что у нас с зарплатой? Вот поскольку мы вас сейчас представляем в качестве трудящегося, вы в 2013 году получали зарплату, в 2014, 2015, 2016. Сообщаю вам, данные в российской газете опубликованы, обследование, которое сделала Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте РФ, что сегодня заработная плата в 2016 году 92,5% от уровня 2013 года. Инфляция? Я тут ни при чем. Ну, что вы на меня смотрите? Идите к Медведеву, к Путину. Ну, не надо на меня так смотреть. Я не виноват. А что такое инфляция? Цены растут или нет? Да. Дима, ну ты, я сколько раз говорил? Значит, прежде чем сказать, что нужно сделать? Подумать. Подумать. А чтобы это было как-то чем-то себя занять, когда ты думаешь, вдыхать надо, допустим. Меня спросили, я. А потом думаю, зачем я это буду говорить? Потому что, когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. Вот. А ты взял все это и выпалил. Ну, где ты видел цены, чтобы росли? Вот ты смотришь на бумажку, написано 5 рублей. Вдруг. Вы видели такое? Да нет, Дима. Объясните, что с ценами было? Их повышают. Сами они никогда не растут. Никогда. Это грибы растут, растения растут, вы растете. А цены повышают. И до того быстро их повышают, что уже ценники нигде не... На картонках прямо пишут, потом снова пишут другое, потом третье пишут. А кто придумал повышать цену вместо того, чтобы уменьшать зарплату? Я хотел ей зарплату уменьшить. Говорят, не надо, Михаил Васильевич, это придет к конфликтам. Она начнет бунтовать, скажет, как же так? Я получала столько, а теперь вот столько. Я раньше покупала вот столько хлеба на эту зарплату свою. А теперь вот столько. И это из-за вас. А теперь... Она смотрит на меня, говорит, я тут... Я вам сколько платил, как мы договорились? Столько я плачу, так? Так, по-честному мы договорились. Мы же по-честному договорились. Стоимость вашей рабочей силы я плачу. А это был такой экономист. Зовут его Джон Мейнард Кейнс. Английский, лорд. Очень уважаемый экономист. Его даже Ленин цитировал, когда работу свою писал «Империализм как высшая стадия капитализма». И вот лорд Кейнс говорит, ну чего вы там бодаетесь со своими рабочими? Не надо с ними бодаться. Пускай это правительство их. Цены просто повышает потихонечку. И все. А как это вот... Механизм этого какой? Механизм примерно такой. Вот в начале года. Так называемые естественные монополии, руководители, капиталисты, которые заняты естественной, в естественных монополиях, приходят в Думу и говорят, надо... У нас затраты возрастают. Надо на 30% повысить цены. На нефть, на газ, на уголь, на все. Вот это вот основное. Ну, соответственно, бензин пойдет. Дума, что говорит. Вы что, с ума сошли на 30%? Ни за что. Не дает. Тогда они идут куда? Правительство. Говорит, Дмитрий Анатольевич, надо цены повысить, потому что у нас... Мы идем все глубже, дальше, труднее, условия хуже. Нам надо цены повысить, иначе мы не выдержим. Дмитрий Анатольевич говорит, что не выдержим, так и по России упадет. Значит, надо как-то повышать. Но 30% мы не дадим. Только 20%. И 20% даже будет слишком много. Не-не-не, не согласен. Тогда идут они к... Кому они еще пойдут? К президенту. К Владимиру Владимировичу. Владимир Владимирович, вот так вы требуете 20%, а думаю, требуя 30%. Больше, чем 10% вам не разрешим. И раз, и 10%. И пошло. А потом стоимость нефти перейдет в стоимость бензина. Да, цена. Бензин подорожает. Бензин подорожает. Хлеб, который возят на машинах, хлебовозках, тоже, соответственно, подорожает. Энергия электрическая, которая на дизельных вырабатывается в электростанциях. Или, если уголь подорожал, то, соответственно, на теплоэлектростанциях она тоже подорожает. Раз, 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 и потом сидит Дима и говорит, цены растут. А раз растут, ответственных нету. Вы что покрываете этих жуликов-то? Дима говорит, покрываете. Я говорю, что не надо сразу отвечать. Это же провокаторы вас сразу спрашивают, чтобы сразу вас поставить в дурацкое положение. Вот конфликтологи чем занимаются? Они знают, опытные в этих конфликтах, специально втягивают молодежь, чтобы в глупое положение его поставить. А вы ловитесь на это дело. А вы конфликтолог, вы должны быть мудры. Знаете разницу между умным и мудрым? Не знаю. Когда объясняли. Объясняла, а вы сразу забыли. Это хорошее свойство забывать. Но лучше плохое забывать, а хорошее лучше помнить. Кто знает разницу между умным и мудрым? Вот вы знаете разницу. Вот Василиса, премудрые, говорят. Ну, никак, есть такие женщины молодые, которые мудрые. Вот у меня такое печенье, что вы что-то мудрые знаете, да? Мудрость в чем? А она вот мудрая, она помалкивает так. Говорит, скажу что-нибудь, и получится не то. Лучше я помолчу. Видно, что мудрые. Он найдет в отрасли, что я мудрая, мне не хватит. Не заходит. И просто не попадает, это получается случайность. А он не заходит. Я его специально затаскиваю, этого Дима. А он раз каждый раз ловит. Я ему говорю, давай, давай, иди в мышеловку. Он раз туда, и оп его, и все. Скушай его сыр. А он раз туда. Вот, вот люди мудрые сидят рядом. Учитесь. Не у меня надо учиться, у товарищей. Вот. Она у меня работает, потому что. Понял? Она давно у меня работает даже. У нас есть торговой договор. А вы до сих пор непонятно. Безработным, наверное. Кому эти безработные нужны? Зачем? А мне нужны? Зачем нужны мне безработные? Как вы думаете? Вы что думаете? Вот буржуазия дура. Она не может посчитать, сколько рабочих мест, сколько людей. И что-то у него так просчиталось, что получилось, что рабочих мест меньше, чем людей. Это как? Случайно получилось или не случайно? Вот, Дима, вот как ты думаешь? Случайно? А? Конечно, случайно. Случайно, да? Случайно. Да не случайно, Дима. Я специально таких, как вы, безработных, лоботрясов держу, чтобы вот она знала, что как только она начнет что-то требовать, скажем, ну, мы с вами очень хорошие имели отношения, знаете, вот есть Дима, он справится. И все. И вот кроме Димы еще раз, два, три, четыре. И все на это место с удовольствием пойдут. Поэтому буржуазия держит специально, всегда создает меньше рабочих мест, чем есть работников, чтобы держать резервную армию рабочих. Резервная армия безработной – это резервная армия. В чем ее резерв? А в том, чтобы вот за каждым из работников, которые действуют, стояли в очереди люди, готовые его заменить. Мы же с вами конфликтами занимаемся. У ничего никакого конфликта нет. А она уже знает, что если в случае конфликта она начнет самую конфликтовать, я скажу, ну, давайте мы лучше расстанемся по-доброму. И придет Дима, и будет работать. И все. Или вы придете, или она, или она. И все. То есть конфликты и разрешение конфликтов, и это противоречие, оно на дальних подступах уже присутствует. Еще никакой нет ни забастовки, никаких требований никто не выделил. А уже просто она знает. Ну, вы знаете, что есть у нас безработные? Ну, и подумайте, вы же мудрая девушка, и можете догадаться, зачем они нужны. Я скажу, я иначе так не буду работать. Ну, и не работайте. И найдутся люди, которые будут работать вместо вас. И все. И это чувствуется. Как у нас? Вроде бы каждый по отдельности может найти. А всего рабочих мест меньше, чем работников по стране. И еще завозят. Зачем завозят гастарбайтеров? Потому что вы вот упретесь тут, и будете тут права качать. И вот привезем из Узбекистана, где тут 20 тысяч получают, там 2 тысячи. У них детей там много, и все плачут. И они без всяких разговоров будут работать, а вы тут будете обениваться. И что, вы думаете, не привозят? Вот едут в Ташкент, и привозят водители автобусов. Водители микроавтобусов сплошь. Жители Избекистана. Не заметили? Им дают подъемный. Говорят, давайте приезжайте. Но надо, чтобы там водители были, а не просто так. У вас есть удостоверение водителя? Нет? Все. Сиди в безработных дальше. А у вас есть? Вас беру. Что, нету? И вас тогда не надо. А у вас есть? Ну вот, вас уберем. Значит, 25 тысяч вам подъемный, будете 200 долларов получать, 100 долларов себе на родину, 100 долларов тут будете жить. А они как в черте работают здесь. Какое там трудовое законодательство? Сколько времени они... Почему они бьются так? Да потому что они могут заснуть в любой момент за рулем. Потому что они по 12-13 часов работают. И какие там трудовые коллективы? Он отдельно едет, отдельно, в отдельном автобусе. С кем он связан? Ни с кем не связан. Они еще думают друг перед другом, кто кого обгонит. Я однажды ехал на таком, на большом, 252-м автобусе. И я опаздывал как раз себе на лекцию. Ну, не совсем еще опаздывал, но уже так подходило дело. И вот прямо на мосту он решил, обогнал туда второй такой же, 252-й был на той стороне. Он его обогнал и мчит, и мчит. А я смотрю, перед нами уже женщина остановилась на автомобиле небольшом, легковом. А этот мчит, и мчит, и мчит, и мчит, и мчит, и в угаре. А думаю, что же будет-то? А я стоял уже выходить, приготовился, значит, прямо у лобового стекла. А он вдруг думает, как же он успеет затормозить, осталось полтора метра. А он потом бацив, ба-ба-бас, приехали. Ну, естественно, я вышел, пошел с пешочком сюда. Ну, а тот, который спешил, ну, твернодолго он. Просто на мосту они всех остановили, там все. И ждать, когда приедут с ГАИ, и так далее, и так далее. И эти гонки устраивались только кто кого перегонит. Вот это называется коллективизм трудящихся в совместном труде. Вы собираетесь помогать вообще трудящимся? Или вы думаете, как подсидеть ее? Как бы вот, ее бы я уволил, а вы бы стали, да? Собираетесь помогать. Да. Не знаю, это все так говорят. Посмотрим. То есть, еще мы никакого конфликта с вами не имели, да? Вроде бы. А уже тут все организовано так. Во-первых, называется работодатель. Я работодатель. Вы же мне должны быть благодарны. А во-вторых, зарплата называется. На самом деле, зарплата – это цена рабочей силы. Цена. Денежное выражение стоит. Цена рабочей силы. А в трудовом кодексе написано, вот как вы сказали. Вы правильно сказали. Как написано. Вознаграждение. Ну, раз вознаграждение, не стыдно вам просить больше награду? Ну, я думаю, что стыдно, конечно. Поэтому вы и не просите. А она, у нее не вознаграждение, а у нее цена рабочей силы. Говорит, да вы что, вы такой малый цене мне? А я говорю, а по стоимости вам цена установилась? По стоимости все. У нас сейчас товарное хозяйство, все по стоимости все товары. У вас какой товар? Рабочей силы. Посчитайте, вы можете взять, посчитать. Я вам даже привел пример. Считайте. Я вам так и плачу. Все. А дальше это не ваше. Дальше это уже прибавочный продукт, прибавочная стоимость. Когда у вас будет завод, вы меня поймете. Но у вас завода нет, поэтому вы меня пока понять не можете. Как мне тяжело. О, как мне тяжело. Я даже вот из-за этой тяжести вообще живу сейчас прямо на Канарских островах. И у меня есть генеральный директор. Вот, Дима, тебя я назначаю генеральным директором. У нас особая близость. Значит, тебе сколько нужно денег платить в месяц? Только не торопитесь. А то не возьму. Тысяча двести. А, все, не беру. Это несерьезный чек. Вам сколько нужно платить, если генеральным ко мне пойдете? Сколько дадите. А? Сколько дадите. Тоже не беру таких. Это знаете, как отбрали, значит, нанимали работника? Спрашивают, сколько выпьешь? Он говорит, не знаю. Так, не беру. А второго спрашивают, сколько выпьешь? Говорит, ведро. Беру. А знаете, почему? Меру знает. А этот вот первый не знает меры. Ну, что это такое? Ну, это ведь сколько дадите. Это нищенская у вас позиция. Какой вы, может быть, генеральный директор с такой позицией? Вам сколько надо вместе сплотить? 10% от прибыли. Сколько? 10% 10%? От прибыли. От прибыли. Ну, хорошо. Это заинтересованно будет. Ладно. Ну, прибыль у меня большая. Вы смотрите. Ну, хорошо. Я вам буду платить 10%. Значит так. От прибыли. Но если прибыль будет каждый год, на 10% возрастать. Вот ваша простая задача. И вы 10% от прибыли вытепываете. От сот, от новой, уже большой, все время, да? Значит, вам все понятно? Короткий договор. Как только вот будет она меньше. Вот я от вас каждую неделю требуется, чтобы вы мне присылали вот короткий отчет. Сколько, на сколько выросла прибыль. И все. И больше ничего. И сколько процентов составил. Как только будет меньше, считайте, что вы уволены. Понятно, да? А дальше мне совершенно неинтересно, чего вы там будете делать. Как вы будете руководить, с кем, чего. У меня там, ну, там и бассейн, там и рестораны. Все. Не отвлекайте меня. Я в горы потом поеду. Не отвлекайте этой всей ерундой там с вашим предприятием, с вашими рабочими, с конфликтами. Потом конфликтологи придут, будут распираться. Это вы будете все заниматься. Я вам поручил, все, генерал директор. А вы недостойны оказались. Ну, что это такое, нищеброды? Ну, что это такое? Я думал, сейчас скажут 2 миллиона. Ну, вот члены правления Роснефти сколько получают? Как вы думаете? Ну, хоть бы вы ориентировались, какой-то ориентир современный бы брали. Вы же на уровне отсталых совсем стран. Вон, члены правления 24 миллиона получают. В месяц. Ну, Казпроме получают. Те, конечно, не так много, но 15 миллионов. Вы же что, язык не поворачивается в 15 миллионов? Еще вам никто ничего не дает. Мы сказали, давайте 30. Нет. Она говорит, ну, сколько дадите? Сколько? Нисколько я не дам. Вот ей дам. Она 10% прибыли хочет. И пусть, а мне что, плохо, что ли? 10%? Война заинтересована, чтобы прибыль росла. И пусть она растет, потому что 90% прибыли будет у меня. А она пускай с утра до вечера бегает и делает, чтобы она росла. Это же хорошо. Учитесь. А там вот эти, был конкурс, они вообще промолчали. Двое. Бесперспективные. Ну, это шутка, но вы знаете, что в каждой шутке есть доля сутки. То есть, мы с вами примерно прикидываем. Потому что я вам материальные цифры называю. А в ОРЖД, это как бы бедняки. Они получают, ну, 5 миллионов. Всего. Месяц. Ну, 5 миллионов. Вроде это деньги. А в Сбербанке вы будете работать. Вот, Сбербанке. Сколько член правления Сбербанка получает? Знаете, нет? 20 человек. Сколько? В месяц. Дарплата плюс бонус. Ну, как вы думаете, сколько? Примерно. Ну, в Сбербанке, куда старушки все несут? Гробовые туда кладут. Все стараются там сохранять. Считать эти проценты. Как? Давайте в банк, в Сбербанк. Ну, и сколько члены этого? Потом там, как вышкалено, вообще, люди, которые сидят в Сбербанке, работают хорошо. А я имею в виду членов правления. Сколько они, как вы думаете, получают в месяц? Тысячи или миллионы? Миллионы. Конечно, миллионы. Ну, если вас много вот собрать, вот вас, ну, даже вот считайте так. Каждый человек, который на меня работает, дает мне тысячу. Набираю тысячу рабочих. Сколько получается тысяча на тысячу? Умножать, Дима. Вот тут он сейчас будет думать. Вот тут он будет думать. Надо посчитать. Вот, совсем с ума сошел. Считать тысячу на тысячу, считать на компьютере. Ужас. Ты три нуля и три нуля. Миллион. Миллион. Миллион, да. Миллион. И все это, ну что, ты не умрешь, если тысячу отдашь преподавателю? Ну, как? Да так, не умрешь. В следующий раз принесешь. И так, ну, это надо набрать тысячу. И будет хорошо. А кому хорошо? Мне будет хорошо. Главное, чтобы много было рабочих. Вот таких хороших, как она. Они работают. Я им с ними честно рассчитываю. Генеральный директор у нас есть. Все хорошо. Я 90% получаю, ничего не делаю. А зачем? Есть же топ-менеджеры. Она будет топать на вас, кричать. А я так вот по-доброму всегда. Ну, как дела? Можете мне и позвонить, когда. Телеграмку присылать, поздравить. Да? А если она там вот, ну, если что, пожалуйтесь на нее, если она там будет. Вы там смотрите с рабочими, это хорошо как-то. Но своей идеей не забывайте, что 90% чтобы не шли, и чтобы рост шел. И еще конфликта никакого нет. А мы уже так подбираемся к атмосфере, в которой происходит это все дело. Атмосфера такая, что уже я тут сказали вам, что у вас вознаграждение за труд. А вовсе не цена рабочей силы. Ну, цену можно... Кто цену должен устанавливать? Вы продаете труд, простите, рабочую силу, или я продаю? Кто у нас продается, кто покупатель? Я продаю. Вы продаете? Так, вы спрашиваете, когда у вас будет повышенная зарплата у меня? Спрашивали? Спрашивали. Так, я же вам объяснил, что это цена вашей рабочей силы. Да? Что у меня спрашивают? Разве покупатель... Есть такие покупатели, которые когда-нибудь повышают цену того, на что они покупают? Вот я покупатель. Вы таких сумасшедших покупателей видели, которые бы повышали цену на то, что они покупают? Ну, подумайте сами. Вот сейчас я приду, кто мне не верит, пойдем со мной. Сейчас пойдем в буфет. Я спрашиваю, сколько у вас кофе? А она скажет, 40 рублей. Я говорю, беру за 70. Что скажет женщина, скажет так? А вы с философского или с исторического? Наверное, с философского. Он же имеет свой интерес, когда покупает. То есть, наверное, качество труда улучшается. То есть, не зря же есть вот эти специальные премии и всякое вот такое. Это же интерес к тому, что вы работали лучше. Я спросил, когда вам повысят зарплату. А ответ какой? Ну, какой ответ? Когда я скажу. А? Когда рак свистнет. Когда я скажу. Нет, не просто когда скажете. Но никогда не повысят цену рабочей силы тот, кто покупает. Ну, как вот вы? Ну, вы же взрослый человек. Как вы хотите, чтобы человек, который покупает... Вот яблоки я покупаю, мне говорят, 150 рублей хилло. Я говорю, нет, я только по 200 возьму. Ну, я у вас покупаю рабочую силу. Как я могу повышать? Поэтому никто никогда из работодателей цену рабочей силы работников не повышает. Поэтому во всем мире, во всем мире и во все времена повышение зарплаты всегда было результатом разрешения крупных конфликтов по зарплате. Это удивительно или нет? Неудивительно. Потому что очень, наоборот, удивительно было бы, если бы нужно было ту самую... Если бы взяли люди, которые покупают что-нибудь, повышали бы цену на то, что покупают. Вот это смешно. Я пошел за картошкой, картошка 20 рублей. А я купил по 30 рублей кило. А эта продавщица от некого, я говорю, не-не-не, я у вас беру по 30. Ну, что-то ерунда какая-то. А вот вознаграждение, это хорошо звучит. Как вам не стыдно просить больше, чтобы награда была вам. Дескать, хочу не орден славы, а орден победы. То есть мы очень, на самом деле, сложную проблему с вами подняли. И очень живут репещущие, которые затягивают десятки, сотни или миллионы людей. Вот что мы сегодня разбирали. Ну, трудятся. Сколько у нас рабочих, сколько в России, как вы думаете? Примерно. Три, пять, шесть человек. Сколько? Как вы думаете? Ну, нас, которые учатся и которые, вот как я, преподают. И сами ничего не создают материального. Это наши содержания, все еще есть академия наук. Художники, певцы, композиторы. Эрмитаж у нас есть. У нас много людей, умственного труда. Полно. Продавцы, которые тоже, между прочим, сами ничего не создают. Они только занимаются передвижением, так сказать, товара от производителя к потребителю. Сколько у нас рабочих? Ну, рабочих, я не знаю, статистику. В России. А? Ну, и на статистику я могу предположить, что... Не, ну, вот вы живете в России. А я из Америки приехал, говорю, скажу, Tell me, please, how many workers in Russia? Tell me, please. I don't know, don't know. Так? Или что сказать? И самая не местная, что ли? Скажем, я из Узбекистана. Можно загуглить и узнать. А? Можно загуглить и узнать. Ну, вы загуглили и узнали. Вы же... У нас курс социально-трудовые конфликты. Я уже вам объяснял, чем мы занимаемся в прошлый раз. Вы до сих пор еще не знаете, сколько у нас потенциальных участников этих конфликтов. Мы же не на животных работаем, а мы с людьми работаем. Мы же... Конфликт это человеческий, это судьбы, правильно? А там же еще и семьи. Это только рабочих. А сколько? Вместе с детьми, с женами, с мужьями. Это же очень много. Вот сейчас Дима погуглит. Количество рабочих в России, занятых материально-производительным трудом. Видите? Это вот сегодня будет, поэтому сообщение будет в новостях. Русские студенты заинтересовались, сколько рабочих в России. До чего доводят их некоторые преподаватели. Рабочий класс в России сейчас составляет около 50% всего экономически активного населения. Вы нам процентами не давайте. Я спросил количество людей. Не надо нам процентов. Семьдесят миллионов. А? Семьдесят миллионов. Сколько? Семьдесят миллионов. Тридцать, да? Семьдесят. Семьдесят миллионов. Ну это перебор. Ну хорошо, семьдесят. Я бы сказал тридцать. Это надо еще поизучать. Потому что там в рабочий класс уже относятся всяких работников. Это работники, наверное, вы взяли, а не рабочие. А я спросил рабочих. Рабочих где за порядка тридцати? Коллеги мои считали экономисты. Тридцать миллионов. То есть конфликты, о которых мы с вами говорим. А тут тоже свои конфликты есть. И людей, которые заняты не обязательно материально производительным. То есть мы занимаемся таким массовидным конфликтом. Да, 25 миллионов я не понимаю. Ну вот есть 25, есть 30, разное остальное. 27 миллионов. Ну то есть миллионы. То есть мы занялись таким конфликтом, который мы долго к этому подходили, формулировали. Который затрагивает десятки миллионов людей. Это, а семьями, ну умножьте, хоть даже на три, если вы умножите, то уже 27 на три. 81 миллион. Они молодые, они не могут так быстро считать. Ну что вы требуете от студентов, чтобы они умножали быстро. Они уже испорчены компьютерами. 27 на три. 27 на три. О, смотрите. Я могу. Смотрите, это интересно. Так, внимание, снимайте, пожалуйста, сейчас. Студентка. Студентка третьего курса хочет вычислить, сколько будет 27 умножить на три. О, вот. Вы победили в этой олимпиаде. Вот есть люди? Она, между прочим, я вот, когда будет решаться вопрос, кого заменить? Кто будет заменять себя? Я вот ее возьму, не тебя. У нас, ну извините, жесткая такая жизнь. Понимаете? А как мне тяжело? Можете представить? Вон сколько много. Я один. И на Канарах сижу. А как тяжело оттуда управлять? Ну спасибо ей, вот она. И тоже, как мне тяжело, 10% приходится отдавать ей прибыль. Ни за что. И так люди хорошо работают. Что вы там изображаете, что вы их заставляете? Они, смотрите, как работают беззаветно. Ну, отказать не мог я вам. Потому что другие, ну вообще, нищеброды, понимаешь. Говорят, сколько вы заплатите? Так что уже, просто не из кого было выбирать. Так сложилось. Ну вот что мы сделали сегодня? Мы сегодня, в общем-то, так постарались понять, подобраться к тому, как, вокруг чего складываются конфликты, да? Это еще мы не все тут разобрали. Это еще, это связано только с тем, почем, за какую цену продают рабочую силу. А разве это к этому сводятся все конфликты? Трудовые. Нет, не к этому. Поэтому надо дальше будет думать. В следующий раз будем думать. И договорились, что когда я спрашиваю, сначала надо вдохнуть. И подумать. Вот меня так учили. Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. А когда вздохнешь, как раз и подумаешь. Может, и не будешь это говорить. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok